Продолжение следует... 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 и кстати это очень часто бывает я так понимаю очень часто бывает здесь три причины заклинивания двигателя это или нагар или рассухарился или оборвался клапан один из клапанов в основном выпускной сгорает клапан вот и есть еще механизм как он там правильно называется механизм удержания оборотов или что-то такое там есть что такой шток он часто обламывается падает в двигатель тем самым двигатель заклинивает никаких вкладышей здесь нет ничего все по упрощенной схеме собраны поэтому поршневая заклинить никак здесь не может только что-то или попало или мастер какой-то бестолковый собирал двигатель что-нибудь какую-нибудь гаечку уронил или что-то подобное или вот от использования плохого бензина значит куски нагара сейчас почистим соберем и двигатель готов так ну произвел механическую очистку и попшикал значит этим выдышкой никаких средств у меня нету особых я думаю ничего страшного не произойдет система наипростейшая ну обычный мопед для людей из восьмидесятых ничего не не составит никакого труда починить сейчас минут 10-15 стоит откиснет протру все губочкой туалетной бумажечкой и все и собираем так ну вот я попшикал выдышкой протер все бумажкой туалетной такой поршенек идеальная поршневая нету не выработки ничего естественно никаких царапин выработки вообще ноль поршень соответственно мертва стоит не хватается ни капельки начинаем собирать сейчас еще пусть получше протру бумажку от воды если вдруг когда-то пригодится кому-то ребят ну вот я смотрел в интернете то что клапана они разные по высоте значит ножка и по диаметру это входное и выходное отверстие разные то есть выпускной клапан поменьше и по высоте и по диаметру вот но здесь вот они по высоте сделано одинаково то есть сверху стоит такой маленький колпачок его надо не потерять если без него соберешь что рассухарится клапан и значит ну соответственно вот эти шпильки не забыть на которые упоры для коромысла все регулирую регулируются клапана значит впускной клапан 018 выпускной 020 щуп специальный но здесь я ничего не откручивал поэтому я попробую завести без регулировки клапанов вот соответственно если что-то будет подзвякивать или будет не плавная работа двигателя тогда уже подрегулирую все в принципе процесс сборки начался не забываем про кладочки прокладочки под коллектор вот здесь прокладка значит под этот компенсатор под карбюратор компенсирует видимо для чего эта штука нужна я не знаю по-научному как он называется ну компенсатор высоты или что-то такое то есть под ним прокладка и над ним прокладка стоит все это не забываем собираем дальше так ребята ну соответственно прокладки лучше конечно все заменить но у меня стесненные условия нету инструментов бюджета и так далее тем более здесь все хорошее но все же соответственно крест на крест протягиваем головку вот аккуратно чтобы не сорвать резьбу и соответственно потом нужно завести нагреть двигатель дать остыть и протянуть еще не тяните сразу из-за всей дурацкой ночи чтобы не сорвать прикрутила головку пробуем без свечи без свечечки вращать все рукой крутится клапана работают все замечательно этот я уже прикрутил глушитель прокладочкой с азбестовой затянул сильно не тяните все можно пооторвать все такое китайское шлипенькое российскими руками лучше сильно не тянуть ставимся в кожух выхлопной трубы ну и далее так друзья установила карбюратор установил воздухом воздушный фильтр осталось вот прикрутить этот кожух свеча вот по поводу свечи сначала от руки заверните и чтобы она пошла по резьбе очень часто закручивать не по резьбе таким образом приходится или реставрировать гнездо свечи или полностью менять головку все осталось затянуть свечу два болта на кожух и три болта на кикстартер я уже начал запоминать научные названия детали кто тут когда карбюратор ставите не забывайте вот тяга и пружинка вот они вставляются сюда и все от руки крутится это уже свеча почти завернута осталось и притянуть клапана работают все работает представляете какая мелочь просто мусор в цилиндре и мотор встал удивительно как-то он сделан вот если бы он стоял стоит по диагонали поршень если бы он стоял как-то вертикально или полностью горизонтально то такого бы не случилось он стоит по диагонали и в самом нижнем углу его собирается всякая вот эта шляпа грязь все заканчиваем сборку время ночь короче заводить завтра буду вытащу на улицу надо еще сбегать куда-то литрушечку парочку бензинчика купить проверить масло не забывайте проверять масло при запуске если не будет масло не заведется двигатель стоит датчик уровня масло если он не будет надлежащим уровне то сработает датчик и двигатель не заведется такая вот фигня кому-то может быть когда-то пригодится я вот тоже думал всю жизнь что мне это не пригодится ну и заранее скажу огромное спасибо всем моим подписчикам кто переживал когда я был смешной стрим когда я мотылялся с этим генератором спасибо за советы серега крымский спасибо миру мир спасибо женек спасибо за ключи очень выручил очень помог все все три щеточки вот такие вот карданные ключи все подошло вот допустим вот эту гайку закрутить на воздухами просто торцовым не подлезешь головкой не подлезешь вот вот такой карданный ключик прям идеально сюда подходит чтобы работать то есть весь спектр ключей присутствующих все подошло и вот меня больше всего поражает головку у нас на четырех болтах держится вот это вот хиротель кожух на выхлопную трубу раз два три четыре и с той стороны 2 на 6 просто кожух который защищается непонятно от чего то есть он по-любому сам нагревается от это от температурного то что там прислонишься обожжешься он не помогает и от чего он помогает я вообще не пойму этот кожух так чисто для красоты стоит ну все ставлю кикстартер крышку клапану и все готово так второй раз в истории человечества двигатель внутреннего сгорания ремонтируется в жилом помещении в живой квартире первый раз это было в мультике простоквашино все сборку я закончил ребята представляете ни одного болтика лишнего не осталось один остался искал искал откуда он оказывается он вот отсюда то есть воздуха прикручивается изнутри кому-нибудь может быть когда-то пригодится не забывайте крышка клапанов стоит сейчас стоит все и сейчас на выключенном да на выключенном двигателе мы просто попробуем провернуть его здесь вот тоже мне секрет открылся из интернета то есть не сразу надо дергать с целью завести надо вытянуть холостой ход чтобы открылись эти зубцы захваты и потом уже дергать вот насколько я вытащил все проворачивается все работает перед тем как завести значит проверить масло проверить бензин кран подачи топлива открыть и перекрыть воздухом как заведется значит постепенно его отпускать назад в принципе все еще раз спасибо всем за поддержку это вот башмак я поставил чтобы в него вставлять телефон с фонариком потому что ни хрена не видно там внутри соображаем на ходу короче все и так вот я его в квартире заворачиваю в пакеты скотчем чтобы он не вонял бензином но это мало помогает поэтому надо его отсюда убирать слава богу починил накрываем время второй час ночи ложимся спать так еще хочу выразить благодарность и сказать спасибо депутату справедливому депутату поймет за что завтра заводим